4 мая 2024 год. День хороших новостей. Записал я вчера видео. Удалились. Такая интересная формулировка. Но ничего я сниму в другом формате. О чем я там сказал? Вчера просто Британия объявила о том, что снимает свои ограничения по применению своего британского вооружения, которое оно нам передает Украине, по канонической международной признанной территории Российской Федерации. Ну, по-моему, хорошая новость. Разве нет? За что тут удалять? Не пойма. Там вторая была новость тоже. Опять же, Великобритания сказала, что с данного момента на постоянной основе Британия будет каждый год выделять 4 миллиарда фунтов стерлинга. Ой, 3 миллиарда фунтов стерлинга. Я вчера оговорился, сказал 3 миллиона. Конечно, 3 миллиарда фунта стерлинга. 3 миллиарда фунта стерлинга – это 3 миллиарда 780 миллионов долларов. Если миллиардов долларов, да что ж такое. Кстати, в английском там биллион – это одни переводят миллиард, другие – миллион. О них, по-моему, это для них не сумма. Ладно, не в том дело. Я хотел подчеркнуть значимость этого события, потому что, как бы, ну, каждый год будет в Великобритании выделять нам, там, типа, 4 миллиарда долларов. Ну, приблизительно, да. То есть, у нас тут в Соединенные Штаты выделили 61 миллиард долларов. И, как бы, ну, 4 миллиарда не впечатляет на этом фоне так, да. И я придумал, как это сделать значимым. Я рассказал о том, я посмотрел, сколько Украина тратила в 21-м году. То есть, за год до полномасштабного вторжения российского. На Министерство обороны у нас уходило, как у страны уже ведущей к тому моменту, уже аннексирован Крым. У нас был уже… Я уже в АТО побывал, вернулся, мобилизовали, демобилизовали. То есть, на тот момент у нас на Министерство обороны уходило 4 миллиарда долларов в год. То есть, вся наша страна тратила 4 миллиарда долларов на вооружение, на вооруженные силы. А сейчас одна только Великобритания будет нам каждый год давать такую сумму. Вы представляете? Посмотрел я и сколько же мы тратили на вооружение в 13-м году, когда мы еще… Когда у нас был большой договор с Россией и в мире, да. Когда у нас был договор о границе 2003 года с Российской Федерацией. И я лично писал, что зачем нам эта армия в Украине, у нас русские братья. Надо распускать. Я радовался, что мы отменили призыв в армию в 2013 году. А в феврале 2014 года Россия аннексировала Крым, да. Ну, вторую, аннексировала в марте 2014. Так вот, последний мирный год, за эти 23 года на тот момент, после развала Советского Союза, Украина не воевала ни дня, да. Ни теракта у нас не было. И в общем, мы тратили на Министерство обороны, на СБУ, на разведку, на милицию, на все внутренние там войска какие-то, на все вот это. Украина, в которой в статусе было записано, что мы внеблоковое государство, тратила 1 миллиард 800 миллионов долларов. Вот такие пироги. Но это сильно напугало Россию, да. То есть, она боялась, что мы введем какие-то войска, там построим какие-то бараки натовцам. Что, конечно, чес полный. У нас в 2013 году больше 100 населения против НАТО было. И я в том числе. Да. А единственные вооруженные силы иностранного государства на нашей территории, это был Черноморский флот Российской Федерации. Такие пироги. Да. Так, ну я тогда уже продолжу сегодня еще хорошими новостями, да. Я сегодня услышал, что ну просто, это даже не новости, это просто как то, что приятно услышать. Оказывается, угольная промышленность России просит, чтобы датировала ее правительство. Это раз. Мелоча приятная. Второе. Росалюминий вот этот вот, который дико прибыльным был. Сейчас предлагают вносить алюминий металл как запасы, как ну как вот золото там, золотовалютные резервы. А сейчас будут золото алюминиевые. Алюминиево-валютные резервы. Потому что, говорит, если вы так не сделаете, придется закрывать предприятия. И города, которые построены вокруг этих предприятий, ну, накроются медным тазом. Алюминиевым. Алюминиевым. Вот найдется использование алюминия. Да еще, что я не знаю, конечно, ну то есть человек, который это озвучил, у меня вызывает доверие, я не проверял саму информацию, но говорят, что Путин попросил снизить количество импорта до 17 процентов, как в Советском Союзе. Ребята, вы помните, как было в Советском Союзе? Я помню, как было в Советском Союзе с импортом, что такое, джинсы, жвачки. Вы не помните про жвачки? Вы не знаете эту историю в Советском Союзе, когда приехали канадцы, по-моему, юношеская какая-то сборная. И у них было в контракте, что они должны разликерамиловать жвачку. Они что сделали? Они просто там в матче или после матча, перед матчем, начали на трибуну бросать жвачки. Ну, в качестве регламы. Знаете, чем закончилось? Поинтересуйтесь, поищите в интернете. Люди начали давить друг друга за эти жвачки. И там были погибшие люди в борьбе за жвачку. Вот это Советский Союз, вот это 17 процентов импорта. Это то, что вас ждет, ребятки. Не нарадуюсь, честно говоря, таким новостям. Не нарадуюсь. Я думаю, до конца дня еще больше будет. Там нам уже Италия ПВО предоставляет. Май месяц уже в этом году, в этом месяце уже в 16 должно нам прийти. Вообще, этот год у нас такой, так закончится замечательно. Май, июнь. А еще ж мост ждем, да? Кримский мост. В общем, все будет Украина. Не переймайтесь.